Кошачья любовь, как коты и кошки ее проявляют. Кошки, в отличие от собак, менее эмоциональны и понятны в своем поведении. Их выражение любви и симпатии к хозяину не всегда легко определить. Ведь каждое животное – это уникальная личность, со своими привычками, характером и манерами. Даже на первый взгляд обидное и недопустимое поведение в действительности может быть одним из способов, как кошки выражают свою любовь к хозяину. Счастливчики по жизни. Каких людей любят коты? Нередко можно наблюдать необъяснимую любовь к кошке, к определенному человеку. Удивительно, когда один член семьи регулярно кормит, поит животное, играется с ним и посвящает много времени, однако все любовь кот направляет на другого человека, спит с ним, мурлычет. Также часто после покупки котенка, тот привязывается к одному домочадцу и находится рядом с ним. Даже повзрослевшие такие котята сохраняют любовь и не разменивают ее на других. Проявление любви кошки к человеку – причина, почему так случается, кроется абсолютно не в мистике и в не особом расположении звезд. Симпатия, скорее всего, вызвана поведением того или иного человека. К примеру, взрослым животным нравятся уравновешенные люди со спокойным характером и умеренным тембром голоса. Подружиться с животным можно, если поймав его взгляд, несколько раз моргнуть. Пристальное внимание будет расценено как признак угрозы, а моргание – как миролюбие и лояльность. Интересно, считается, что если человека любят кошки, значит его душа не до конца черна. Плохих людей животные, как правило, стараются обходить стороной. Кошатников же принято считать отзывчивыми, добродушными и немного сентиментальными людьми. Им также свойственно чувство ответственности, забота о семье и близких. К кошке проявляет любовь к человеку. Иногда завоевать расположение хвостатого друга сложнее, чем у человека. И не менее сложно эту симпатию распознать, поэтому всем владельцам стоит знать, как коты проявляют любовь к своему хозяину. Как коты проявляют теплые чувства к хозяину, он перекатывается с бок на бок у ваших ног, животное перекатывается с одного бок на другой на глазах хозяина, это явный признак попытки привлечь его внимание. Кошки оставляют живот открытым только перед тем, кому доверяют и где чувствуют себя в безопасности. Совет. При содержании домашних животных не стоит забывать о чистоте и дезинфекции. Средство Лайна способно качественно справиться с этой задачей, не навредив питомцам. Прикосновение к лицу и волосам довольно редкое явление, когда кошка облизывает волосы или уши своего хозяина. Но те, кто удосуживаются такой чести, могут быть уверены в расположении своего животного. Такая забота – признак дружеского отношения и самых теплых чувств. Мнут вас или мягкие предметы – самым частым способом показывать любовь и другие чувства кошки могут топчать лапами по хозяину или дивану. На самом деле точной причины такого поведения не существует, но есть ряд предположений. Та кошечка показывает свои права на территорию или, собственно, человека. В одушечках ее лап располагаются железы, которые при соприкасании с поверхностями оставляют на них запах. Такие движения успокаивают животное. Их кошка может производить, чтобы снять стресс или показать свое доброе расположение. Создать себе комфорт. Принято считать, что дикие кошки такими движениями делали мягче свою подстилку в гнезде. Домашние же могут относиться к человеку весьма прагматично, лажаясь на него в войсках тепла и комфорта. Кошка демонстрирует вам свой пушистый за такое поведение животного нередко вызывает недоумение у людей, зачем же питомец поднимает хвост и отворачивается от своего хозяина. На языке же кошек так они показывают свою привязанность и доверие. Кому попала кот и любовь так не демонстрируют, значит человек у них на хорошем счету. Поцелуи и облизывание Если домашний питомец облизал руку или другую часть тела, это не намек ее помыть. Так котики любовь проявляют и привязанность. Их дикие предки вылизывают каждого члена своего кошачьего прайда, домашние же включают в свою семью хозяев. Желание находиться рядом Как способ проявить любовь к человеку Желание быть рядом, несмотря на то, что кошкам издавна присваивается. Независимость от человека, многим из них просто необходимо находиться рядом со своими членами семьи. Сопровождение по квартире или устройство рядом на диване Все это способа кота сказать «люблю человеку», выразить нежное и ласковое отношение к нему. Интересно Считается, что кошки чувствуют приближающуюся смерть и пытаются всякими способами уйти из дома. Ревность это чувство также свойственно домашним представителям семейства кошачьих. При этом ревновать они могут к другим животным, гостям, приходящим друзьям и даже к телефону-планшету. Точнее сказать, ко всему, на что любимый хозяин тратит свое внимание. Важно! Последствием ревности может стать перевернутый цветочный горшок, разбитая красивая ваза или богемские сервисты, что переключит внимание человека. Ласки, шершавые, облизывание, облизывание хозяина, высшая кошачья любовь, которая прививалась с самого рождения котенка. Мама-кошка облизывала своих котят, помогая наводить им чистоту. Повзрослев, кот может облизывать самого родного и близкого члена семьи. Облизать хозяина – высшая мера проявления любви. Легкие покусывания отличить легкое дружественное покусывание от проявления агрессии достаточно легко. Таким способом кошки пользуются крайне редко. Он же является признаком дружбы и симпатии. Бодание головой кот и кошка любовь могут выражать, не спеша, бодая хозяина головой. Во время этой процедуры животное передает часть феромонов, выражая таким образом высшую стадию доверия. Сон на одежде многие животные предпочитают спать не в собственной лежанке, а на одежде одного их члена в семье. Такое поведение позволяет чувствовать запах хозяина, что успокаивает их. Поэтому не стоит прогонять кошку с вещей, ведь она тянется к ощущению близости, уюта и безопасности. Стоит ли целовать своих кошек? Чувствуя любовь к своих восстатым друзьям, люди относятся к кошкам, как к человеку. Они позволяют питомцам спать под одеялом, пробовать едой собственной тарелки, целовать и многое другое. При этом большая часть такой любви способна негативно сказаться на обеих сторонах. Признаки любви домашних питомцев стоит исключить данное проявление чувств. По нескольким причинам на шерсти кошек находится множество микроорганизмов, с которыми придется контактировать. Если от блох и клещей можно надеть специальный ошейник, то от микроскопических организмов так не избавиться. Это могут быть лишаи, стафилококи, грибки, сальмонеллы и прочее. Также от тесного контакта с животным могут развиваться аллергические реакции. Хозяин рискует заразиться бешенством, если кошка без прививок выходит на улицу, а затем встречается поцелуями и тесными объятиями. Также кошка со свободным выгулом может стать переносчиком опасных вирусов, которые распространяют мыши, птицы и прочие животные, с которыми мог производиться контакт. Интересно, сами поцелуи кошкам неприятны. В них они расценивают признак агрессии, поэтому любыми путями стараются избежать такого контакта. Котики и любовь – тесные понятия для владельцев этих питомцев. Для гармоничного общения с ними важно не только уделять им время и обеспечивать необходимым уходом, но и уметь считать их повадки. Возможно, на первый взгляд несвойственное и странное поведение может говорить о благосклонном отношении к хозяину. Субтитры создавал DimaTorzok